Косторная и Куница дебютировали вместе на турнире, но это не показали в трансляции. Ровно год прошёл с того момента, когда Алёне Косторной сделали непростую операцию на бедре. Тогда фигуристка рассказывала, что впереди долгий путь восстановления и возвращения. Спустя год Алёна вновь на льду, с соревновательной программой в абсолютно новом для себя виде. Пара фигуристов выступила вне конкурсной программы на первенстве в Москве среди юниоров. Точно так же заявили и другую пару из группы Сергея Рослякова, Таисию Сабинину и Дениса Хадыкина. С этой короткой программой Алёна и Георгий уже однажды выступали. Сейчас у пары есть все тройные элементы. Параллельный прыжок, подкрутка и выброс. Впечатление было совсем другим. Тройной флип, к сожалению, не удался. У Куницы вышел чистый выезд, Косторная упала с прыжка. Многие молодые пары сейчас экспериментируют с Туццем и Флипом, и этот дуэт не исключение. Потом ошибка случилась и на тройном выбросе. Алёна вылетела высоко, но приземлилась в степ-аут. Подкрутка и Тодес пока не дотягивают до четвёртого уровня сложности. Но всё впереди. Дальше и накапливать соревновательный опыт. Трансляция соревнований оборвалась ровно перед выступлением участников вне конкурса. Программу удалось увидеть благодаря записям с трибун. Кстати, хочу напомнить, что ровно год назад в сентябре Алёна лежала в больнице и не думала особо о парном катании. А сейчас она стремительно вырывается в новый для себя вид и идёт со своим партнёром впереди очень бодро. Чтобы не пропускать свежие новости о фигурном катании, подпишись на канал. К другой новости, которая совсем даже была не неожиданной. Дарья Усачёва объявила официально, что завершает карьеру. Фигуристка подробно объяснила решение прекратить выступление на турнирах. Сейчас 17-летняя российская спортсменка занимается тренерской деятельностью. Цитирую Дарью. В какой-то момент я всё с тренировками осознала. А это начиналось уже в период, когда я короткую старую накатывала. Старалась накатывать. Я так чувствую, катала-катала, понимая, что короткую я накатаю. Представляю, как я буду катать произвольно, а я умираю. Я думаю, блин, сейчас вот мне восстанавливаться. Опять же, как я и говорила, я вот здраво и адекватно оценила свои какие-то возможности. Именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, всё-таки уже нет. Вопрос от журналиста. Можно ли с уверенностью сказать о том, что Даша Усачёва завершила карьеру? Ответ. Сейчас да. Не думаю, что я через год вернусь на соревновательную арену. Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трёх допинг-тестов. Как это возможно? Накануне итальянский фигурист неожиданно объявил об уходе из группы Этери Тутберидзе. Теперь же вышла новость, во многом объясняющая внезапное расставание. У Грасля три пропущенных допинг-теста за год. И теперь Граслю грозит отстранение от года до двух. В сложившейся ситуации важно понимать три вещи. Сейчас неверно говорить, что он допингист. Положительной пробы нет. Но систематический пропуск тестов тоже серьёзное нарушение. Оно может косвенно указывать на применение, либо просто на халатность. Второй момент. Возможно, вы где-то читали, что казус Грасля возможен из-за технической ошибки. Вроде как Даниэль находился в Москве, но его всякий раз искали и не находили в Италии. Шанс на такой расклад ничтожен. И тут надо напомнить, по какому принципу вообще проверяют спортсменов, когда они не на соревнованиях. И тут переходим к третьему пункту. У каждого спортсмена есть профиль в Адамс, в системе антидопингового администрирования и управления. Спортсмен видит там всю информацию по сданным пробам. Дата, отрицательная или положительная, сомнительная, ну и так далее. Итак, какие можно сделать выводы? Объективно, пропуск трёх тестов менее тяжко, но более глупое нарушение на фоне положительной пробы. Да, спортсмен несёт ответственность за то, что попало в его организм, но не всегда это контролируют. В случае с доступностью для тестов – стопроцентная забота спортсмена. Также хочу отметить, что эта вся ситуация с Граслем – это большое пятно на штаб Тутберидзе. За три недели до суда по Камиле Валиевой теперь снова через запятую журналисты могут написать «Тутберидзе, допинг-нарушение, ученик». Допинг-дела, конечно, никогда не бывает вовремя, но тут прямо совсем неудачно. Денис Хадыкин рассказал о готовности произвольной программы и целях на сезон. Напомню, фигурист сейчас выступает в паре с Тейсией Сабининой. Вопрос от журналиста – насколько готова у вас произвольная? Ответ. Она полностью готова. Мы ее несколько раз уже прокатывали целиком. Я не могу сказать, что мы полностью готовы вообще. У нас готовы элементы по отдельности, готовы связки. Но не могу с полной уверенностью сказать, что мы выйдем и будем всегда чисто катать. Мы не так давно в паре, мы прикатываемся, узнаем друг друга на стартах. Потому что поведение человека на тренировке и прокате совершенно разное. Плюс старт бывает, минус старт. Мы делаем все возможное, чтобы представить произвольно в должном виде. Другой вопрос. Ожидали, что на контрольных прокатах получится выступить? Ответ. Для того, чтобы быть более готовыми к соревнованиям, нам уже надо было начинать, прокатывать программу, выступать, как мы уже начали. Какие цели на сезон назвать можете? Ключевая цель – скататься. После этого можно ставить цели, говорить о планах, рассуждать о будущем. Пока пара не скатана, и мы не узнали друг друга, это будет инфантильно. Конец цитаты. К другим новостям. Чемпионка Европы, 20-летняя грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, лидирует после короткой программы на турнире «Ломбардия Трофи» в Бергамо, Италия. Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, представляющая Польшу, занимает четвёртое место. Ещё одна экс-россианка Алина Урушадзе, которая выступает под флагом Грузии, находится на седьмой позиции. К другим новостям. Исполняющая обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихаровидзе рассказал, что никто из российских спортсменов не обращался к Федерации с вопросом о смене гражданства. Цитирую. «Что касается смены гражданства, никто не обращался, даже есть уникальная ситуация, некоторые просятся обратно. Там не могут найти партнёров и партнёрш, например». Конец цитаты. Напомню, ранее заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов рассказал, что 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах, сменили гражданство. Не утихают споры и разговоры о побеге Горбачёвой. Олимпийский чемпион Максим Траньков поделился своим мнением. «У меня очень много вопросов к родителям этой девочки. И как так всё получилось? И они у меня возникли не сейчас, а год назад, когда я в интервью прочитал, что девочка живёт с тренером, а не с мамой. Для меня уже тогда был вопрос, а где же опека? Куда она смотрит? И как это так получилось? Тренер тоже юная, очень. Если девочка с 9 лет, то у неё живёт. 22 года она буквально стала мамой. С одной стороны, это очень интересная история. С другой стороны, у меня есть вопросы и к родителям, и к опеке, и к надзорным органам. Тоже». Конец цитаты. Наконец-то своё некрасивое молчание нарушила и Софья Петченко. Тренер заявила, что история с побегом Алины Горбачёвой осталась в прошлом. Вопрос от журналиста. Вся громкая история с пропажей в прошлом? Сейчас Алине и вам ничего не мешают готовиться? Ответ. Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает. Вопрос. Какой вывод по итогу всей истории сделали именно вы? Ответ. Не хочу говорить об этом. Всё в прошлом, забыли и работаем дальше. Конец цитаты. Также Софья Петченко заявила, что подготовка Алины Горбачёвой проходит хорошо. Фигуристка выступит на контрольных прокатах 16 и 17 сентября. Марк Андротёк заявил, что в карьере фигуриста не исполнял прихоть родителей. Цитирую. «Я точно не исполнял прихоть родителей. Они всегда относились к спорту довольно спокойно. Это моё увлечение. Дело в том, что во мне не видели какого-нибудь чемпиона. Мне мама, хоть это и шутка, но в каждой шутке есть доля правды, говорила. Вот когда станешь олимпийским чемпионом, тогда поговорим. Но сейчас я хочу сказать про другое, про отношение ко мне, если у меня что-то, например, не получилось. За всю жизнь на меня не повышали ни разу голоса из-за спорта. Могли что-то сказать по учёбе, когда лень настигала и я ничего не делал. Тогда могли сказать что-нибудь, чуть прикрикнуть, но никогда в жизни из-за спорта мне ничего не выговаривали. Это не значит, что они не хотели или не видели во мне спортсмена. Нет, мама очень хотела, но чуть-чуть другое отношение, спокойное. Был краткий тезис. Если у тебя получится, классно, круто, мы в тебя верили. Не получится, ну так бывает, есть другие пути развития. Рассказал журналистом чемпиона Европы 2022 года. Серебряный призёр Олимпиады 1998 года Анжелика Крылова рассказала о поисках партнёра для фигуристки Василисы Кагановской. Ранее Кагановская прекратила выступление с паре с Валерием Ангелополом. По словам Крыловой, в поле её зрения в качестве потенциального партнёра Василисы Кагановской находится фигурист Дарья Черезана. Хотя ранее сама Кагановская опровергла информацию о том, что будет выступать парей с Дарио. Вот что рассказала Крылова журналистам. «Было бы просто нелогично, если бы мы не рассматривали Дарио как потенциального партнёра для Василисы. По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти к друг другу. Только сейчас Дарья катается со своей чешской партнёшей и планирует выступать за эту страну. Пока мы думаем и не спешим». Конец цитаты.